Всем привет! Вы на канале Лара Абхазаманка. Сегодня вас ждёт прогулочный влог. Влог-болталка. Сегодня понедельник, 12-й час дня. Я иду на почту. Мне пришло на Авито сообщение, что у меня оформлен заказ. Обычно я переписываюсь с покупателем сначала о данной вещи. Потом договоримся, что она хочет получить мой товар Авито доставкой. А это сразу, без всяких сообщений от покупателя. Мне пришло сообщение, у вас оформлен заказ. Вам необходимо прийти на почту до такого-то числа, назвать такой-то номер и отправить заказ. Я раньше боялась отправлять Авито доставкой, А теперь мне так понравилось. Это, наверное, у меня четвёртый заказ по Авито доставке. Вот сейчас просто даю до почты, назову номер. Правда, мне, наверное, придётся в очередь отстоять, как обычно, на почте. В общем, всё просто. Это будет всё просто. Отправляю я костюмчик один летний. Он мне стал мал. Костюм очень классный. Из натуральной ткани хлопок. Сейчас попробую, может, достану, покажу хотя бы расцветку. И я его всего лишь, девчонки-мальчишки, за 350 рублей продаю. Вот такой цвет хлопок. Юбка и такой пиджачок. Так, сейчас отключусь. Мне надо опять в вашей пакет. Так, всё, положила в пакет. Вы знаете, ребята, я вчера тоже продала две вещи по Авито. Ко мне на дом приходила женщина. Как-то давно у меня не было продаж. В общем, то пусто, то густо на этом Авито. В общем, вчера я продала ещё две вещи. Может быть, даже вам, когда буду монтировать видео, ставлю фото. Ну, посмотрим. Знаете, что я продала? Помните синее платье? Я примеряла синее платье с бантом и с баской. Оно мне очень нравилось. Стало мало. В общем, я его выставила за 900 рублей. И вот женщина вчера купила это платье у меня за 900 рублей. И купила один кабинезончик летний. Очень он мне нравился. Очень. Но он мне мал. Я, наверное, не похудею, ребят. При стрессе никогда люди не худеют. В смысле, у некоторой часть людей. Потому что некоторые как раз при стрессе худеют. Ничего не едят. У меня всё наоборот. Я свои беды и несчастья заедаю. Мне от этого легче на душе становится. Поэтому навряд ли я похудею в ближайшее время. И, в общем, я решила продать этот кабинезончик. Продаю я его за 500 рублей. Покупала я его в два раза дороже. Ну, в общем, 1400 вот такая сделочка состоялась. Состоялась. Я рада. И на эти деньги я пойду отдам в ремонт свой леопардовый или какой он пиджак мой. Ну, вы помните. Звериный принт. Я сама, я вам уже говорила, что не смогу с ним ничего сделать. Я подпорола подкладку на рукаве, залезла туда вовнутрь. Там всё так качественно сделано. Этот материал, к нему как ещё что-то там наклеено. Ещё какая-то ткань наклеена к этому материалу, звериному принту. Ну, и подкладка, само собой, разумеется. Подплечники там такие все, такие интересные. Там я их вообще даже не представляю, как там всё сделать. В общем, несу в ателье этот пиджак. Сначала на почту, потом в ателье. Сколько с меня возьмут за работу, не знаю. Ну, потом узнаю, я потом вам всё скажу. Ну, в общем, вот эти деньги с авито будут на ремонт пиджачка. Потом я пойду в больницу. Мне в час в больницу к врачу. И, скорее всего, я буду заканчивать свой больничный. Хотя ещё у меня есть кашель. Но сегодня, девчонки, мальчишки, я как на работе. С восьми утра звонки. Такое ощущение, что все забыли, что я на больничном. Или даже не знали, что я на больничном. Все чего-то просят, все чего-то хотят. В общем, сегодня такое ощущение, что я на работе уже. Поэтому выписываюсь. Пойду на работу, деньги зарабатывать. Хватит, хватит болеть. А кашель остаточный. Буду молочко горячее на ночь пить. Сода, мёд и что там ещё. И масло сливочное. Мне так написали, посоветовали. Но я и сама знала, в принципе. Я сама так часто делаю. С детства это мой любимый рецепт. Люблю горячее молоко кипячёное. Очень люблю. С пеночкой ещё. Так что, надеюсь, кашель мой пройдёт скоро. Помните, магазин, линия огромный. Мне надо по той дороге идти. Но там трасса. Я, наверное, пойду дворами. Пойду дворами на почту. Чтоб потише было. У нас сегодня минус четыре. Снежок. Ну, так. Хорошо на улице. Хорошо дышится. Здесь, видите, уже дорога грязная. А там вот белый снежок. Хорошо на улице. Хоть прогуляюсь немножко. Уже забыла, когда гуляла. Что я хочу, ребята, сказать? По последнему моему видео. Было много вопросов. Не вопросов, а советов. Что не обращайте внимания на негативные комментарии. Да я и стараюсь не обращать, ребята. Я и стараюсь обращать. Но сейчас, вы понимаете, я нахожусь в полной депрессии. В полной депрессии. Я всё воспринимаю в штыки. Просто в штыки. Но, понимаете, я должна была высказаться. Должна была высказаться. Я хотела, чтобы эти люди ушли с моего канала. Потому что эти люди не просто пришли, так посмотрели меня первый раз и написали гадости. Нет. Эти люди меня смотрели постоянно с Абхазии. Постоянно меня смотрели. Писали мне комментарии нормальные. И вдруг моя первая ошибка, неудачная фраза по этой жизни. И вдруг такой шквал эмоций на меня. Поэтому меня это очень обидело, задело. Они же знают всю мою жизнь. Знают. Они же смотрят меня. Неужели они меня не изучили, не понимают мой характер? Меня это очень возмутило и обидело. Поэтому я должна была высказаться, высказаться, чтобы вы услышали, а не услышали. И покинули мой канал. Я не хочу, чтобы эти люди смотрели меня. Но, получается, загвоздка-то какая. Смотреть-то они меня всё равно будут. Потому что, оказывается, они не... Когда блокируешь человека на Ютубе, то они не могут писать просто комментарии. А смотреть они всё равно меня могут. Но не могут писать. А мне это очень не хочется, чтобы они меня смотрели. Может, кто-то знает. Может, можно вообще заблокировать, чтобы он не смог зайти на мой канал. Может, ютуберы, блогеры есть, кто смотрит меня. Напишите мне, пожалуйста. Для меня это очень важно. Я не хочу, чтобы вообще они видели меня и наблюдали за моей жизнью. А жизнь у меня очень тяжёлая сейчас. Тяжёлая. И я не хочу, чтобы они наблюдали за мной и злорадствовали. Вот поэтому, ребята, я, как бы сказать, выступила, выступила, высказала всё в своём видео. А на людей, которые просто зашли, написали гадостью, я не реагирую. Нет, не реагирую. Я просто сразу блокирую, блокирую их, чтобы больше не смогли мне ничего написать. Но, к сожалению, вот видите, получается, видеть, они всё равно будут меня смотреть. Всё равно будут смотреть. Помните, помните Миша Захаров, помните? Он, оказывается, тоже, наверное, смотрит меня. Написать не может. Сидит, злорадствует. Злорадствует. Может, и проклинает меня. Так что, ребят, если знаете, как совсем заблокировать, пожалуйста, напишите мне об этом. Ещё я хочу сказать, конечно, всем большое спасибо за поддержку. Я не ожидала столько комментариев, столько добрых комментариев. Все вы меня поддерживаете. Вы мои любимые, вы мои самые хорошие зрители. Очень вас люблю и уважаю. Очень вас люблю. Вот только ради вас, моих хороших зрителей, я продолжаю вести свой канал. Только ради вас. Сейчас, поверьте, мне очень тяжело, очень тяжело заниматься каналом. Хоть это и моя отдушина, но очень тяжело. Я, конечно, буду находить время. Буду сейчас мне выходить на работу. Мне будет ещё тяжелее находить время, чтобы снимать видео. Но я буду стараться. Я буду стараться. Я вас не покину. Я вас не покину. Я буду с вами. Буду с вами, ребята. И прямые эфиры будут. Будут обязательно выходные дни. Не обещаю, что вот часто. В эти выходные, наверное, нет. Опять к родителям. Опять к родителям. Поэтому в эти выходные точно не обещаю. А потом посмотрим по обстановке, ребята. Так что всё у нас будет. Всё будет хорошо. По поводу вещей. Тоже большое спасибо. Столько много советов. Столько много советов. Умницы. Вы у меня умницы. Мужчины прислушались ко мне. И сказали. Мне было приятно. Если бы вы написали комментарии по поводу вещей. Они послушались меня. Написали. Я прислушалась к их советам. Умницы. 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 Все просто умницы. Ребята, что я решила по этим вещам? Все вещи. Абсолютно все вещи. Носить я буду. Два плаща оставлю. И все вещи, которые я там перешила. Все я буду носить. Все буду носить с удовольствием. Ваше мнение мне, конечно, ценно. Но как мне многие говорят, надо прислушиваться к своему сердцу. Что ты думаешь? А я думаю, что мне эти вещи нужны. Я думаю, что нужны. И я все оставлю. Плащ немножко переделаю. И добавлю шарфик яркий. Все будет там окей. Все будет хорошо. Что, подошла я к почте. Очень мне интересно, сколько там народу в будничный день. Так скажем, в дневное время. В дневное время, когда все люди в основном на работе. Смотрите, просто интересно. Все быстро, друзья. Пять минут и все. Слава Богу, много окошек работало. Поэтому все быстро. Я отдала вещь, паспорт. Назвала номер, который был указан в авитосообщение. Мне дали, сейчас покажу, вот такую. Ой, ребята, как вам показать? Вот такую экспедиторскую расписку. И все. Теперь буду ждать, когда заказ придет покупателю. И мне потом опять придет от авитосообщение, что назовите номер своей карты. Я напишу этот номер без всяких там трех цифр сзади. Только лишь номер карты. И все. И мне приходят денежки на карту. Если, конечно, там никаких недоразумений не будет покупателю понравиться товар. Тогда будет все хорошо. Я получу свои 350 рублей. Конечно, дешево, совсем дешево отдаю этот костюмчик. Ну, чем будет лежать, пусть люди носят. Друзья, как вы думаете, сдержится Вара Абузаманк или нет? Зайдет в этот магазин или нет? Вот уже столько у меня вещей. Новое поступление сегодня. Столько вещей. И денег шалка уже на вещи. Мне надо отремонтировать то, что у меня есть. Но я иду. Иду. Загляну. Вышло, друзья, ни с чем. И слава богу. Были ничего вещишки. Платья длинные, красивые. Ой, для Абхазии. Но 14 или 16 размер. Я у них не помещусь. Сарафан особенно такой красивый, зелененький был. Но я не смогла там снимать. Люди, много людей. И продавцы ходят, как жандармы. Не смогла вам снимать. Ну, в общем, я рада, что я ничего не купила. Надо денежку беречь. Надо беречь. Ну, надо доделать то, что у меня есть. До ума довести свои вещи. Свои вещи, дорогие, до ума. Сначала. А потом похожу опять по магазинам. Девчонки, мальчишки. Я, наверное, про плащ сказала, что я оставлю. А какой именно не сказала. Пудровый плащ я оставлю. Новый, который свалил. Свалил без. И белый оставлю. Перешью пуговицы. Оставлю. Продать всегда можно успеть. Сейчас такие времена наступают. Мне кажется, тяжелые. Кто знает, что с работы будет. И как вообще. Пусть будут вещи. Пусть будут. Хорошо, когда они есть. Плохо, когда их нет совсем. Иду и думаю. Вот если... Я в ателье сейчас иду и думаю. Вот если за этот пиджак со звериным принтом возьмут больше тысячи. Стоит... Ну, предложат мне такую цену. Стоит мне отдавать его на переделку или не стоит? Я за него уже отдала 450 рублей. И если больше тысячи... Даже не знаю, ребят. Стоит, не стоит. Но в любом случае... В любом случае ваши советы уже будут как бы не в теме. Потому что я уже сейчас пойду в ателье. И мне надо решать сразу на месте. Без вашей помощи. В общем, когда выйду с ателье, скажу вам. Отдала я этот пиджак, не отдала. И сколько это будет стоить работа. Друзья, ну что? Лара в шоке. Ещё в каком шоке? Я оставила пиджак. Отдала всё-таки на переработку, так скажем. На переделку. 1300, друзья. Тапец. Плюс 450 рублей. 1750. Пиджачок этот не обойдётся. Буду я его носить? Не буду. Не знаю. Что там будут делать? Мне многие писали, вообще там ничего не надо делать. Это оверсайз. Ну, не знаю. Оверсайз я не люблю вещи. Я не могу носить оверсайз вещи. В общем, там делают две выточки спереди. Нужно ушить, чтобы по груди легло. Две петельки спереди для пуговицы. Не одна. Там одна, она сказала, не подойдёт. Две петельки. Выточки по спине также убираются, чтобы пиджачок лег по фигуре. Убираются плечи, потому что сказала мастер, что они огромнейший. Вы же не мужик с такими плечами ходить. И убирается ширина рукава. И самое главное, девочки, никто не усмотрел. И я тоже. Борта полочки спереди. Одна короче другой. Одна короче другой. Получается, одну полочку снизу нужно подрезать, чтобы выровнять. Получается, пиджак станет ещё чуть короче. Он и так короткий, как бы. Ох, не знаю, девчонки. Тысячу триста отдала. А буду я носить? Как это всё будет выглядеть? Я не знаю. Просто не знаю. В общем, что я думаю теперь? Мне нужно зарабатывать денежки. Как-то. Другим ещё путём. Нет, не на ютубе. Нет. На ютубе шею я не зарабатываю ничего. Мне нужно продавать побольше своих вещей, которые не ношу, которые мне малы на авито. Я вот, будет у меня время. Мне нужно всё пересмотреть. У меня в основном летние платья, мне все малы. Мне нужно всё выгладить, всё сфотографировать и выставить на авито. Может, уже люди к лету будут готовиться, будут покупать. Мне нужно отработать пиджачок этот. Отработать. Почти две тысячи. Пиджачок с развериным принтом. Так что, вот так, мои хорошие. Ну, а теперь я отправляюсь в поликлинику. Скоро уже час дня. Мне как раз к часу. Вот, видите, написано ГБУС Брянский областной кожный венерологический диспансер. А с другой стороны терапевтическое отделение. Поликлиника у нас около моей работы, поликлиника сама. А здесь, вот в этом здании, отделение терапевтов. Терапевты сидят. И это недалеко от моего дома. Очень даже замечательно, что мне не надо никуда ездить. Так вот написано. Брянская городская поликлиника номер 4. Сейчас 25 минут первого. Сколько я просижу там, не знаю. Посмотрим. Надо маску одевать, наверное. Вот и всё. Вышла я с больницы, то есть с поликлиники. Час я там пробыла. На этот раз легко отделалась. В предыдущий раз, когда я ходила в больницу, я ходила пораньше, наверное, в 10 утра. И просидела там, наверное, как раз-таки до часу. Поэтому, если врач, например, работает до 2 часов, лучше пойти к нему в час. Так что вот так, друзья. Всё. В общем, закончилось моё свободное время. Завтра на работу. Вернее, можно даже сказать, сегодня вечером я еду на свою подработку. Так что всё. Всё, Лара. Больше нет у тебя отдыха. Так что, друзья мои хорошие, не обессудьте. Видео мои будут не так часто. Но я буду стараться. Буду стараться. Сейчас пойду в пятёрочку. Куплю что-нибудь. Куплю что-то. Хочется вкусненького. Сама даже не знаю, что я хочу вкусненького. Вы видели, друзья, что я гуляла среди пятиэтажек. А теперь, смотрите, нашла я куда наш новый микрорайон. Ну, вы видели, я иногда показывала вам. Показывала. А вот там, впереди-впереди, белый с зелёным, это там моя дочь живёт. А мой дом повернулось вот в этом райончике. В общем, метров сколько? Наверное, с километра. Или метров восемьсот может идти на дочке. А я пойду в пятёрочку. Так, ребята, что хочу бананчиков купить. Фасованные 83 килограмм. Не фасованные 92, но фасованные зелёные такие. А эти жёлтенькие. Мандарины. Посмотрите, какие ужасные. 79 рублей. Все жманы и пережманы. И такие крупные. Апельсинчик 98. Яблоки фасованные 62, не фасованные 76. Авокадо 100 грамм 39 рублей. Килограмм значит 390. Ананас такой крупный. 139 килограмм. Фамилос 179. Хурма 329 рублей. А дурить. В общем, я беру бананы. И честно говоря, пятёрочки мне не нравятся. Купить здесь нечего. Вот линия другое дело. Вот всё, что я купила. Бананчики, молоко, хлебушек, сметанку. И ничего я больше не хочу. Ой, кое-какие домашние дела сделаю. И вперёд и с песнями. И вперёд и с песнями знаете куда. А на этом я буду заканчивать свой ролик. Всем спасибо, кто досмотрел моё видео до конца. Всем мира и добра. До новых встреч, друзья. Пока-пока.